В соседние с Балаклея сёла начали возвращаться местные жители. В четырёх из них уже безопасно, так заверяют в Харьковской обл. администрации, но далеко не многие соглашаются на это возвращение. В основном люди приезжают просто, чтобы убедиться в сохранности своего имущества. Подробнее Станислав Кухарчук. Вот так в село Борщовка, оно всего в пяти километрах от хранилища, понемногу возвращаются жители. Прошлой ночью почти всё население спешно эвакуировалось. Так же, как и из посёлка совхоз в пригороде Балаклеи. Сегодня сторож круглосуточного детсада Людмила Кавун приехала, чтобы убедиться в сохранности своего жилья. Но осталось помогать разбирать завалы. Когда начали взрываться снаряды, в садике выбило все окна. Уже вторые сутки в доме Анны Николаевны сквозь разбитые окна гуляет ветер. Эвакуироваться пенсионерка не успела. С верным псом Арчи пряталась на кухне. Боялась. Это страшное, что было. А кот тут под одеяло подлез. Невестка и сын пенсионерки сегодня приехали восстанавливать дом матери. Временно планируют заклеить окна плёнкой. Татьяна с ужасом вспоминает, от огня и взрывов бежали все, кто мог. Ехал поток машин, люди шли пешком с посёлка Нефтяников, отсюда ехали машины. Я такую щену бачила. Но многие эвакуированные так и не отважились вернуться. Школа села Савинцы в 15 километрах от Балаклеи приняла более 300 человек. Чтобы их вывезти, директор отправила школьные автобусы. Уже вторые сутки женщина без сна. Но жалуются лишь на то, что места для людей катастрофически не хватает. Дитячие кроватки, они сплят на дитячих зигнах, сплят на полу, мать подстеляем. Водой, едой и тёплыми вещами эвакуированных помогают обеспечить в Савинцах местные жители. Ведь многие бежали от огня. В чём были? Кормят очень хорошо. Ну, конечно, таких условий нет, но мы не жалуемся. В этом модульном городке на окраине Харькова для эвакуированных тоже нашлось место. Здесь более полусотни жителей Балаклеи и соседних сёл. На первое время людей обеспечили всем необходимым. Приезжали люди, с которых брали по 25 гривен за то, что их вывезут, ну, эвакуируют. Брали по 25 гривен. Ну, это направить машину. Воспользовались местами. 80-85 литров. Хотите платите, мы повезём. Но возвращаться в родные дома военные людям пока не советуют. На складе всё ещё сохраняется опасность. Станислав Кухарчук, Павел Тимошенко. Подробности, телеканал Интер, Харьковская область.